Мюнхенский стрелок готовил атаку на торговый центр, оказывается, в течение года. Такие шокирующие данные сегодня поведал германский прокурор. А свой пистолет 18-летний Али Давид Санбали купил в так называемом темном интернете. Darknet – это часть всемирной паутины, которая не индексируется привычными для нас поисковиками. Кроме того, уже точно известно, что стрелок был болен и получал медицинскую помощь. Когда мы обыскали его дом, то обнаружили медицинские карты и документы, свидетельствующие о том, что стрелок получал лечение, страдал от депрессии и тревожного невроза. Молодой человек не только лечился амбулаторно, но и лежал в больнице. Мюнхенский стрелок мечтал отомстить одноклассникам, которые издевались над ним в школе, и неоднократно грозил их всех убить. Но вот среди девяти жертв в Санбали не оказалось ни одного из его обидчиков. Вообще почти все погибшие были потомками мигрантов, только двое имели немецкое гражданство. Отец молодого человека тоже позвонил в полицию. Он узнал своего сына на видеозаписи, где тот расстреливал людей. Алисен Бали палил по людям в центре столицы Баварии с пистолета марки ГЛОК. У него было с собой еще 300 патронов. В доме нападавшего в ходе обыска полицейские нашли газетные вырезки про нападение, а также статью с заголовком «Почему ученики убивают». Там были описаны случаи массовых убийств в учебных заведениях. Ну а вот этот мужчина погиб, когда пытался спасти свою сестру-близняшку от пули мюнхенского стрелка. 19-летний грек, практически ровесник Али, вместе с девушкой отправился вечером в тот самый торговый центр, чтобы выбрать подарки родным и друзьям. Но, к сожалению, брат и сестры оказались на пути Али Санбали. Стрелок внезапно замешкался, юноша воспользовался моментом, сестру оттолкнул, но получил два ранения, в результате которых скончался на месте. Грек стал одной из девяти жертв Санбали. На бойню тот решился еще и после того, как провалил экзамен в техникуме, и стал жертвой еще больших насмешек. И вот тогда стрелок пригласил людей под видом девушки в торговый центр Олимпия, где устроил бойню, специальный фейковый аккаунт завел для этого. После атаки в центре столицы Баварии власти Германии задумались об ограничении доступа к огнестрельному оружию. Вице-канцлер Зигмар Габриэль напрямую задал вопрос спецслужбам, как психически неравновешенный 18-летний подросток смог получить пистолет и патроны.